Улицы микрорайона Слободы первые приняли удар стихии. Вода нанесла большой урон строениям, огородам, дорогам. Евгений Корш лично обходит дворы. Горожане в отчаянии. По каждому адресу одни и те же жалобы. Уплыл урожай, утонула мебель, вымыла стены. Сделайте, в лесограмме привезете горечку. Вот еще вопрос у меня. У меня полы с Герасимчуком. Вот он рядом, Герасимчука. Герасимчука 11. По улице Герасимчука вдоль проезжей части уже нарезаны новые кюветы. Такая работа пройдет на всех параллельных улицах микрорайона. Пострадавшие от наводнения уже получают первые выплаты за ущерб от паводка. В Уссурийск пришли краевые деньги. За подтопленные дома 25 тысяч рублей. За утонувшие огороды 10. В перспективе федеральные выплаты. Кто прописан, получат однозначно. А кто здесь живет и не прописан, через суд, чтобы суд признал, что вы здесь живете, чтобы вы получили деньги. На Слободе уже не первый день работают бригады МЧС. Со всего Дальнего Востока съехалось 630 спасателей, чтобы помочь уссурийцам восстановиться после стихии. Некоторым дворам необходима серьезная помощь. Вода сошла, остался ил, строительный мусор, земля. Как получится, кому нужна помощь, кому нет, просто идут по улице и спрашивают у людей. Конечно, огромное спасибо за организацию, людям, МЧСовцам, которые это все сделали. Парни молодые, сил много, молодцы, хорошо все организовано. Огромное спасибо большое, конечно. Мы бы не справились никак. И люди приезжают, гуманитарную помощь привозят. Все потопленные территории уже обследовала комиссия по оценке ущерба. С населением работают волонтеры. Техника муниципальных предприятий задействована в восстановлении дворовых территорий и дорог. Кроме этого, у нас до сих пор работает штаб ЧАЭС, куда можно позвонить номер 32-94-99. Туда можно обратиться, заказать пескогравийную смесь, можно заказать воду, кому нужно. Ну и вообще обратиться по любому вопросу, который интересует граждан. Из домов, которые уже обследовали, 42 признаны аварийными. Хозяевам предложат альтернативный вариант – деньги на приобретение нового жилья. По остальным адресам идут восстановительные работы. Жители могут рассчитывать на помощь спасателей.